привет дорогие подписчики и зрители канала меня зовут артур мы продолжаем играть lost planet 3 и мы я честно говоря не помню чем мы занимались последней серии потому что это было очень давно я вот игру в играх и крайне редко но это именно мне позволяет вообще играть нее в кайф потому что если играть бы в нее часто это надо признать при всем моем уважении к этой игре она бы поднадоела в виду своего однообразия то есть нужно относиться играм с пониманием если игра по сути проходной но сделанный с душой середнячок то играть него с перерывами вот мы собирали какие-то данные для доктора роман и теперь идем отдавать их ей пока что сюжет притормозил и вроде как все у всех хорошо у нас есть и анклав этих выживших забытых и коронис и вроде как никто никого не хочет убивать но я чувствую продлится это не скоро а ну да точно мы там наверху у нас был по сути глаз бури и там мы собирали данные в итоге пришлось сразиться с скорпионом так уворачиваться тогда хорошо кстати спасибо тем людям которые в комментариях сказали что на мой риг на коронисе есть два бесплатных улучшения надо будет туда добраться и реально это посмотреть правда ли так я читаю ваши комментарии кто бы мог подумать комбукаты контаминат reading the practically non existent this may be the purest reading we have a scene the prize коронис is looking for is in the very thing trying to knock them down округа вас и человеке и storms are somehow power by the purest energy on the planet еще раз good news good or bad remains to be seen but if we find where the storms are coming from maybe we find the mother load of pure tea energy and while never accuses it to solve the energy crisis on earth we get rich and get home sure and also lay eyes on one of the rarest most mysterious wonders of the universe if you're into that sort of thing yeah totally that too i'll take some time to fully pass all the data we just took in a let you know what comes of it meanwhile i hate to send you off empty handed так хорошо ну ты не хочешь гейл крутой все пойдем на коронис давненько этого не был так а по дороге у нас какие-то еще важные дела были нет кажись нет мне конечно советовали найти альбиносов этих мол это очень поможет мне в будущем но по сути знаю если я просто и встречу где-то пока что мне приходится ходить по определенным маршрутам поэтому как бы до этого руки не доходят шут его знает не могу сказать что я сильно хочу просто ходить по этим территориям и искать потому что на данный момент игра меня больше всего держит именно сюжетом и персонажами что это я на что-то наступил ох блин я забыл насколько круто этот робот так быстрая езда направляемся в коронис почему прям в короне сниму а вот могу так вот так главная платформа ангара я нарисорак и я артур бега на гиперр галактик публик радио broadcasting and подкастинг around the solar system thanks to the generous support of neo-venус construction и listeners like you а на сегодняшний врач а внуковать в рекомендах кеттеман номинать колоний 30 лет после деоплески quarterly energy figures а вот и т.к. в хорсинок и островской риоте continите что протесты Я не могу вспомнить, на самом деле, ни одного американского фильма или игры, в которых будущее было бы хорошим. Такое ощущение, что они нас готовят к чему-то, да? Вот так подумать. Везде либо все очень плохо, либо, по крайней мере, какие-то кризисы, все бушует, и народ выживает как может. Чуть ли не лихие 90-е. Ух ты, моя лопочка. Какой же ты крутой. Так, хорошо, пойдем к Гейлу. Так, а что у меня по сюжетным заданиям? Сейчас что-то есть. Забрать очистителю Гейла. А, это наше основное сюжетное задание. Хорошо, и заодно сейчас как раз-таки посмотрим про то, о чем я говорил. Два каких-то апгрейда у него можно забрать за просто так. Красный крестик на точке взаимодействия означает, что у вас нет... Спасибо, капитан. Капитан О'Брюс. Ух ты, а что это ты тут делаешь? Сваривает что-то. Здравствуй. Обрати внимание на меня, пожалуйста. Он даже отвернулся. Блин, это база просто, я не знаю. Я вот на днях опять пересматривал. Звездные войны. Империя наносит ответный удар. Так и кажется, что сейчас из-за угла выйдет Дарт Вейдер со шторм-трупперами. Ну и что у тебя? Так, ладно, сейчас мы пойдем к мире и вообще к забытым. Там тоже неплохо. Так, вот эти вот два, да? Смотрите, за них ничего не просят. Так, на 25% больше урона по уязвимым местам открыдов. Хорошо. Просто когда-то дали, там я уже писал, наверное, в 8-9 серию. Как обычно, уже просто был не в Минько совершенно. Поэтому такие моменты, видимо, упустил. А может, просто спешил, как обычно. Вечно спешу куда-то. Так, по патрону мне вроде ничего не надо. И мое нынешнее обмундирование меня вполне устраивает. То есть... Снайперка и дробовик. Дробовик для ближних-средних. Ну, скорее даже для ближних. А снайперка это для чего-то потяжелее. Ну-ка, мы ее поехали. Хотя, может, взять штурмовую винтовку. Не знаю. Дробовик хорош тем, что на него можно поставить рикошетные патроны, которые реально выносят все просто. И патронов этих у меня очень много. Ну, не так, чтобы прям совсем много, но штук 60 есть. Хорошо, и мы двигаемся к мире. Воспользуемся быстрым перемещением. Так, поля смерти. Кто-то написал, типа, у нашего робота есть гусеницы. Учти, говорит, это он может ездить. Конечно. Сначала поиграйте хотя бы в дужки. Горько их лечит. Ну что, как здесь без обновлений. Давайте попробуем еще раз. Может, что-то изменилось, и мы сможем перебраться на ту сторону. Мне просто вот хочется. Да? Кстати говоря, да. Это отлично. Ох, налетели пакости. Так. С места в карьер. Я тебе дам. Хорошо, где здесь датчик можно поставить? По ощущениям, мне придется идти вон туда. Или сюда. Так, приступим. Наконец-то я добрался до этого места. Хорошо, что там? Или... А, тут ничего похоже. Показалось. Оказалось. Показалось. Ну, уже неплохо. Деньги лишние не бывают. А этот был? Да, был. Припарковались. И пойдем. Так. Хорошо. Потихоньку помогает им. То есть, вы видели там во время диалогов, он такой вот, в первую очередь, один как думает. Ну, по сути, когда дело заходит именно о серьезных поступках, то он готов помогать людям. Ни на что особо не надеясь. То есть, не ради личной выгоды. Не ради личной выгоды. Здрасте. Смотри, клей. Пойдем, говорит, в бар погуляем. Маленько потанцуем. Он такая, как этот парень меня достал. Не, главный герой реально крутой. Очень такой не клишированный. Прикольный пацан. Здравствуй, мира. Джим, ты вернешься. Да, ну, я был в районе. Просто думал, я бы попросил по этому виджету, который ты просил. Водопроводительный контроллер. Ты нашел его замену? Прикольный работа. Я сделаю шаг. Спасибо, Джим. У меня есть что-то для тебя, как бы. Вопросы. Ты человек, Брадек. Есть информация о этой дороге, о том, что он отец. Я нашла ее в моих исследованиях старых базов. Ты можешь найти ее... Возвращаясь? Делай с ним, что ты хочешь. Хорошие люди. Че, какого хрена? А, это записи? Я подумал, что что-то произошло. Да. Это не возможно. Я не был здесь. Я никогда не знал. Генерал, вы слушайте меня! Я оттуда оттуда оттуда, и я не оттуда оттуда. Никто не оттуда оттуда! Сад! 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 Что надо делать сейчас? Ты оставил его там. Он обманул всю колонию. Сад! 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 Все эти люди! Я уверен, что он сделал, но он думал, что он должен, чтобы спасать свою семью. Он был обязан, Джим, для этих людей! Мертв! Каждый из них! Нет возможности. Я не могу. Никто не успехов. Нет. Нет, слушай. Мне нужно сказать тебе что-то. Они плохие. Сад, извините, но у нас есть в безопасности. Сад, это важно. Пожалуйста, отвечайте. Я обниму вас. Джим, прийти. Хороший мужик, но достается ему постоянно. Он общественная врага номер 1. Это понятно? Экстерминируйтесь на сайте. Я разрешен вам максимум бомбе за это. Возьмите это. Я поставлю мою лапу. Джим, какой-то причин, что мистер Брадок не отвечает мне? Все хорошо? Он в порядке, Джей. Я просто делаю с плохими новыми. Дай ему немного дыхания. Да, вот такие дела. А мы пока занимаемся работой баунти-хантера. То есть за деньги уничтожаем очередную зверюгу, да? И это будет весело. На перекрестке Бейли, если там, конечно, будут опять эти стреляющие штуки, треножники эти, я не помню как их зовут, то это будет довольно печально. Так, давайте посмотрим. Королевский краб. Меня это реально беспокоит. Хотя, если это перекресток Бейли, то больше урона ему можно будет нанести, забравшись куда-нибудь, куда он не сможет где нас цапать. Ну, будучи при этом, понятное дело, так, просто пешком дойдем. Будучи на своих двоих не на роботе, потому что робот еще что-то мне подсказывает, он сейчас будет выносить на раз вообще. Хотя, в принципе, робот у нас неплохо прокачан. И это может сыграть свою роль. Ну, глянем. Отворяй! Блин, все-таки вот этот типичный вид, когда выходишь. Он один очень много стоит. Ну, хорошо, пойдем. Так, управление. Это так. Это меняется так. Это удар такой. Блок. Все, я просто вспоминаю перед битвой. А еще у нас можно парировать удары на правый бампер, по-моему. Так, сейчас попробуем сначала на роботе. А потом, если что, мне краба гораздо проще было убивать именно пользуясь таким оружием. Я не думаю, что это право. Нифига себе. Ну, где-то. Ох, метет-то как. Очередная буря приближается. Ах, это мелочь опять. Твою собак! Разучился стрелять. Так, спокойно. Да что ж такое-то? Посмотри. Ты что, живая там что-ли? Ура! 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 Поганка! Так. Так, надо вспоминать управление. Вот это выносливость, ой, выносливость, горчувствительность. Я каждый раз, когда начинаю играть после перерыва, я просто не могу ни в кого попадать. Под конец, правда, когда уже пару частиков поиграю, все получается очень хорошо, но... Еще? Так, а патроны менять у нас? Вот так вот, да? Хорошо, и с обоих у нас... Так, посмотри, сколько. Да, в среднем. Не особо помогло. Так, и что я тут делаю? Процесс пошел, осталось выбраться. И сейчас-то, я думаю, эта хрень не вылезет. О, вот вас только не хватало. Так, все, теперь хрен поймаете меня. А вы знаете, это неплохой момент, по-моему, сейчас у нас. Ну-ка, иди сюда. Так, подожди, блин, я не то делаю. Отлично, вообще. Еще есть? Вылазь, я же тебя видел. Где ты? Ах, ладно, неважно. Посмотрим, что это сделал. Охренеть. И у него пузо, да? На брюхе. Слабое место. Так, а мне обязательно в машину возвращаться? Я не хочу, я хочу вот так, отсюда. Это было бы более безопасно. Видимо, придется. Ну так, молотка. Я говорю, управление вообще от вы просто. Э, вот, насос отошел там. Горевор. Ну, здравствуй, человек. Не сломаешь, да? Охренеть вообще. Что-то как-то не идет особо. Что это? А, все, я понял, понял, понял. В следующий раз надо быть порасторопнее. Охренеть, он тупо разломал моего робота. Ты что творишь-то вообще, психота? Ну давай. Тихо. Хреново у нас дела. Да, неприятно. А забираться куда-то, смысл какой-то. Да, твою мать. Ого. Ничего себе. Блин, что мне с этим уродом делать? Он же бешеный. Прошло потихоньку. Тихона мать, я посмотрю на... Надо бежать. Надо было взять что-то... Что-то более скорострельное. Тут в скорости сила. Ты посмотри, все равно цепляет, гад. Охренеть вообще. Вот этот поворот, его вообще не уследишь. Так, ну-ка пойдем туда. Вот, пока ты там вошкаешься. Спокойно, братене, не психуй. Ну и что? Что ты будешь делать теперь? Мне кажется, он сейчас пойдет доламывать насосы. Это не самый хороший исход. Нет, вообще нет. Но робот починился, это единственная возможность, потому что так его убить мало реально вообще, в принципе. Давай, давай, да как ты так, ну? Ага. Давай, пойдем. Норм. Давай, гаде, гаде, гаде. Если только так. Так, сейчас робот починится. Или не починится. Охренеть, ты. Ты ж больной. Ну давай поиграем, ладно. Как хочешь. Блин, еще прицеливаться. Час от часа не легче. Нет, не попадешься по мне так. Так-то я не думаю, что он сможет меня убить, но вот его бить придется долго. Ах. Эффекта особого не ощущаю я. Я опять сломал, да? Ломает робота. Ломает робота. Сейчас опять на него кинься. Ох, какой же ты толстокожий. Я надеюсь, он не заплатит за тебя денег. Ты не попал. Вот этот удар меня выводит только. Ну, вроде тебе поплохело, как я посмотрю. Давай, поднимай свое брюхо. От этого хрену вернешься. От остальных ку легкую. Ну, че? Вот так. Понравилось? Вставай, ну. Зачем я это сделал? Давай, дружок. Так, по машинам. Не дрелится вообще никак. В этом смысла особого нет. Или есть. Ммм. Кстати, говорят, что это было. Да пипятство. Ты запаришь, Вася. Хорошо. Давай, вставай. Парпаля. Спокойно. Да что ж ты какой нервный-то, а? Так, хорошо. Так не пойдет. Ну. Плохо. Что это было? Да когда же ты прекратишь ломать моего робота Так, окей А ему уже поплохело Это будет долгий и мучительный процесс, я так понимаю Но сам из себя он ничего особо не представляет Ну нет, не так это делается Хорошо Да не время перезаряжать, давай спринтуй Так, ладно Возьмем вот это И что еще нам может пригодиться против него И вот это в принципе С тем что-то мне как-то не особо поперло Так, а этому на потом Эту кнопку нажал Ты спилишься ты уже, нет? Окей Ты же хватал Пили, пили, пили Да один хрен Не особый эффект Я не вижу Чем это много смысла Тест дофлишь уже нет Нет Отнюдь Надо чтобы Конечность застряла у него Ну или так Да блин, я себя сейчас взорву больше Хрень, я не пушка Мне вообще не нравится Но Надо отдать ей должное Временами Помогать Перезаряжайся Ты уже Ну Гребаный аппарат Я начинаю злиться Ему просто тупо дали много хп Эка Да что ж такое-то Охренеть Где я вообще? Хе-хе-хе Вот так На тебе еще туда же Отлично Хорошо Не попал Спокойно Да что ж ты, япона-мать Ну сколько же можно Не знаю Давайте с этой постреляем Неплохо А вот это плохо Охренеть Ты чё хочешь-то вообще? Чё тебе не имется? Да, пошло Пошло Я пошел еще Пошел за гранатами Редко ты влупляешься куда-либо Ну, давай Какого-то эффекта, видимого Ну, нет просто Чё-то получилось? Почему Ну, не отнималось ничего Ну, наконец-то Господи, какой ты был душный теронис actual С Cook Он же А-да-а-а-бой, Jim Мы едем Уступаем Стоит Отчастя Ну ладно. Слушай. Они еще после нас. Я должен был знать, что они никогда не умерли. Стоп. Стоп. Не волнуйся о них, просто продолжай говорить, хорошо? Ты начинал эту историю, лучше закончить. Да. Да, хорошо. Как я? Ты что, вообще? Ты почти рассказал Брэддику о спасениях. Да. Я так сделал. Но я не знал, что это не мой секрет. Но я вернулся, что я увидел Брэддик с сердцем. И для всех своих компромиссов и сотрудничеств, он никогда не позволял ни разу прийти к первой колонии. Я начинал думать о первой колонии, как моих людей. Как я делал Кронис. Я оставил одну семью на Земле, чтобы найти два еще здесь. Я пытался быть со всеми, кто получил это. И сохраняя секрети внутри секрети. Но я знал, что ситуация не могла остановиться. Да. Так, ну что, давайте на этом заканчивать. Затяжная такая была битва с боссом. Ну, что поделать. Зато мы его заломали. Повторюсь, он был совершенно несложным. Но очень неудобным, как и все эти скорпионы большие. Потому что... Ой, скорпионы, говорю, как эти крабы все. Потому что, по сути, очень неповоротливые. Их легко обходить, уклоняться от их атак. Но скотины такие крутые и твердые, что их запаришься ломать. И у нас ушло на это минут 20, наверное. Но в итоге он мертв. И мы будем двигаться дальше по сюжету. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok